Всем привет, друзья! Вы на канале РБ Хоккей, на канале, где мы обсуждаем хоккейные матчи и делаем прогнозы на эти же самые хоккейные матчи. И давайте я прямо сейчас предположу, как сыграют автомобилисты Металург в своей полуфинальной серии, плыву в континентальной хоккейной лиге. Это третья игра, игра, которая состоится 7 апреля, и будет она в Екатеринбурге. Я по-прежнему считаю, что Металург Магнитогорский фаворит в этой серии. Да, может быть, сами матчи и вообще вот тот хоккей, который команды показывают, они, может быть, как не всегда убеждают всех зрителей в пользу магнитки, но мне по-прежнему нравится Илья Набоков. Мне кажется, он очень здорово выглядит в этом плей-офф. И мне нравится, что Металург, команда, которая по ходу этого плей-офф способна, ну, как-то так подстраиваться, может быть, под любых соперников. Ну, то есть, Амур, команда, которая играла в такой оборонительной, вроде бы, манере в первом раунде, Металург Амур проходит. Спартак, самая атакующая команда, самая забивающая команда регулярного сезона, Металург там три раза играет против Спартака на ноль, не давая Спартаку вообще ничего не забить. И, в общем, автомобилист, который тоже может быть вот как-то вот так вот вариативной командой. Это мы видели, допустим, там и в серии против СКА, когда автомобилист мог терпеть и много блокировать, и мог автомобилист и сам очень яркий в атаке проводить матч, когда там у Серебрякова было 47 сейвов, например. И, в общем, автомобилист может быть таким вроде бы тоже разноплановым и разнообразным, но Магнитка и с автомобилистом, когда вот они начали эту серию, там тоже вроде бы ничего не было-не было, а потом какие-то рикошеты, и гол впустые, и все, и Магнитка выигрывает матч, да, и ведет в этой серии. В общем, мне кажется, что Металург способен так подстраиваться, видоизменяться. У Металурга есть еще потенциал, потому что не все лидеры Магнитки здорово себя успели проявить в этом плей-офф. В общем, я верю в то, что Металург в этой серии будет побеждать, и предположим, что вот конкретно в этой игре в Екатеринбурге Металург одержит просто победу в основное время. Вот так, да, вроде бы так дома, Екатеринбург, там зрители свои, но я здесь за то, чтобы спрогнозировать победу Магнитки в основное время, ну и, соответственно, напишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Посмотрим хоккей, вернемся, проверим, кто из нас в итоге окажется прав. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Прогнозы на спорт. На футбол. Теннис. ММА. На хоккей. Киберспорт. Баскетбол. Прогноз погоды. Нет, прогнозов погоды мы не даем. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Да я знаю. Никакой погоды. Только прогнозы на спорт, от лучших экспертов на сайте рейтинг букмекеров.